В данном фильме мы покажем вам, как произвести замену модуля пневматической подвески Бельштейн B4 на заднем мосту автомобиля Porsche Cayenne 958. Строго соблюдайте указания, представленные в фильме. Модули пневматической подвески всегда необходимо заменять попарно. Обязательно нужно принимать во внимание спецификации производителя касательно замены винтов и самостопорящихся гаек, а также касательно предписанного момента затяжки. При замене модулей пневмоподвески необходимо использовать инструменты и оборудование производителя автомобиля. Имеются левые и правые модули пневмоподвески. Перед установкой проверьте, правильно ли выбраны детали. Извлеките модуль пневмоподвески из упаковки и проверьте его перед установкой. Посмотрите предоставленную инструкцию по установке и проверьте дату окончания срока службы. Проверьте длину модуля пневмоподвески Бельштейн и сравните ее с минимальной длиной, указанной в инструкции по установке. Перед демонтажом модуля пневмоподвески измеряется и записывается высота автомобиля от центра ступицы колеса до нижней кромки переднего крыла. Внимание! Это возможно только в том случае, если модуль пневмоподвески не разрушен. Деактивируйте систему контроля выравнивания. Автомобиль находится в режиме домкрата. Поднимите автомобиль, используя опорные точки подъемной платформы, указанные производителем. Тщательно проверьте все компоненты подвески на наличие повреждений. Обращайте особое внимание на подшипники подвески. Подсоедините диагностическое устройство и установите соединение. Полностью стравите воздух из модуля пневмоподвески с помощью диагностического устройства. Выключите зажигание. При работе с модулем пневмоподвески всегда извлекайте из замка ключ зажигания. Опустите автомобиль до рабочей высоты и демонтируйте пол багажного отсека и амортизаторы под ним. Демонтируйте продольный лонжерон багажного отсека. Снимите колеса. Отсоедините разъем электрического кабеля на модуле пневмоподвески и проверьте кабель и разъем на наличие повреждений. При работе с системой сжатого воздуха всегда используйте необходимые средства защиты. Очистите соединение напорной линии над модулем пневмоподвески. Осторожно отсоединяйте напорную линию, пока не услышите звук выходящего воздуха и подождите, пока остаточное давление не будет сброшено полностью. Затем полностью снимите соединение напорной линии и закройте его. Убедитесь в том, что вы не сгибаете, не перекручиваете и не сжимаете напорную линию. Демонтируйте нижний фиксирующий болт на модуле пневмоподвески. Защитите модуль пневмоподвески от падения и затем снимите верхнее крепление. Теперь модуль пневмоподвески можно извлечь вниз. Установка нового модуля пневмоподвески выполняется аналогично демонтажу, но в обратной последовательности. Внимание! Затягивайте все указанные, относящиеся к подвеске, резьбовые соединения на подшипниках только в монтажном положении, положении К0. Демонтируйте кронштейн электронного кабеля на старом модуле пневмоподвески и установите его на новый модуль. Установите новый модуль пневмоподвески. Сначала установите верхние фиксирующие болты, а затем нижний болт. Необходимо обязательно принимать во внимание указания производителя касательно замены винтов и самостопорящихся гаек, а также касательно требуемого момента затяжки. Отверните фиксирующий винт на соединении напорной линии модуля пневмоподвески и осторожно извлеките его. Замените винт и врезное кольцо напорной линии автомобиля. Проверьте правильность выравнивания врезного кольца. Установите напорную линию на модуль пневмоподвески. Во время установки соблюдайте указания производителя касательно момента затяжки. Убедитесь в том, что вы не сгибаете, не перекручиваете и не сжимаете напорную линию. Подключите разъем кабеля электропитания к модулю пневмоподвески. Внимание! Ни в коем случае не опускайте автомобиль с подъемной платформы, если в модуле пневмоподвески сброшено давление. Подсоедините диагностическое устройство и установите соединение. Заполните модуль пневмоподвески воздухом через диагностическое устройство согласно спецификациям производителя. Проверьте соединение напорной линии на предмет утечки. Должна обеспечиваться герметичность всей системы. Установите колеса надлежащим образом. Опустите автомобиль до первого контакта колес с землей и затем запустите двигатель. Деактивируйте режим домкрата. Дайте двигателю поработать не менее двух минут и затем опустите автомобиль с работающим двигателем до измеренного ранее уровня или до серийной стандартной высоты. Активируйте режим подъема автомобиля. Подождите, пока автомобиль самостоятельно поднимется с подъемной платформы. Лишь затем можно полностью опустить подъемную платформу. Установите продольный лонжерон, систему амортизации и пол в багажном отсеке. Затяните резьбовые соединения в подшипниках в монтажном положении положение К0 согласно указаниям производителя. После выполнения работ на деталях подвески всегда необходимо производить развал схождения. Билстайн Драйв, 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 Драйв.